Продолжается информирование работников предприятий, организаций и учреждений областной столицы о голосовании за общественные пространства, которые претендуют на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2025 году. Проинформированы сегодня были и сотрудники Самарского областного художественного музея. Они также смогли проголосовать онлайн за обустройство одного из общественных пространств с помощью волонтеров. Коли заинтересовались мнением простых граждан, то, наверное, в этом есть смысл. Знать и понимать, что желают жители этого города. Меняются тротуары, то есть улучшается дорога. Много что делается. Это кроме того, что делается еще и конкретно у каждого жителя во дворе. И город стал чище. Чище во всех отношениях и повсеместно. Глава Самарского района Роман Радюков предложил коллективу музея голосовать за старейшую площадь города – Хлебную. На ней находится транспортная развязка. Здесь делают пересадку жители соседних муниципалитетов. Если объект победит в голосовании, в следующем году там обустроят дорожки, газоны, установят новые скамейки и урны. Также в планах создать сухой фонтан, а по периметру оборудовать велодорожки. Это, наверное, место силы, которое нам очень хотелось бы преобразить, наполнить его новыми смыслами. И я выступил с инициативой сотрудникам именно художественного музея, так как они тоже погруженные в искусство. Я надеюсь, что все у нас получится и в 2025 году это пространство будет преображено. В художественном музее была организована работа волонтеров, которые помогали сотрудникам проголосовать за выбранное пространство. Для голосования необходимо продиктовать свой номер телефона, фамилию, имя, отчество и назвать одну из территорий претендентов. По их глазам я видела, что они с радостью откликнутся на предложение. Наш коллектив, конечно, неравнодушен к жизни города. Это же наш дом, мы здесь живем. Мы же, когда приходим к себе домой, мы хотим, чтобы у нас было чисто, красиво. И, конечно, хочется, чтобы эти участки, которые пока еще не в том должном состоянии, в котором мы хотели бы их видеть, тоже преображались на наших глазах. Принять участие в голосовании может любой житель региона, достигший 14 лет. Отдать свой голос за общественное пространство можно до 30 апреля на сайте 63городсреда.ру, либо на госуслугах. Также жители города могут обратиться за помощью к волонтерам. Территории, ставшие победителями, обустроят в следующем году. Полина Чулякова, Игорь Казановский, События.